Махновщина Махно находился при смерти и о нем долго ничего не было слышно. Уставшие от войны крестьяне не торопились возвращаться под черные знамена батьки, хотя на всякий случай расходились по селам с оружием. У Нестора Махно оставалось около 30 человек, которые прятали его от ЧК. Но в этот момент на Украине не работало около 60% заводов и шахт, безработица достигла 50%. Вдвое сократились посевные площади. Уже в начале февраля 1920 года возобновились выступления крестьян против реквизиции со стороны красноармейских отрядов, которые в свою очередь ответили террором. Повстанческая армия стала вновь пополняться. У села Успеновка 20 махновцев во главе с батькой взяли в плен 100 красноармейцев. Вскоре кровопролитная гражданская война на юге Украины заполыхала с новой силой. 2 февраля 1972 года открылась первая выставка в Запорожском художественном музее. Ценители живописи смогли насладиться шедеврами 14-20 веков из коллекции далекой Третьяковской галереи. Первый успех определил дальнейшую работу музея. За время своего существования музей порадовал запорожцев сотнями выставок работ, привезенных из Эрмитажа, музея имени Пушкина, из музеев Киева, Прибалтики, Средней Азии, США, Европы и даже Китая и Австралии. Популярностью также пользуются презентации работ запорожских творцов и тематические выставки и собственных фондов. Сегодня Запорожский художественный музей признан среди лучших учреждений культуры страны.